Маши, привет! Всем привет! Всем привет! А пришли мы гулять всем нашим дружным семейством куда? В Огрудь Ботаничный Почему ты думала сказать Огрудь Огородный? Сейчас будем доставать худоаппарат и будем снимать все, что происходит вокруг Скорее всего, нас в кадре уже не будет, наверное, и так много, как сейчас И всем приятного просмотра И очень хорошо, что вы продолжаете оставаться с нами, если вы еще с нами Потому что нас очень давно уже не было Мы стали очень редко выходить в последнее время Но мы все равно снимаем и продолжаем вести наш канал И очень надеемся, что вы остаетесь с нами Погода должна нас сейчас порадовать Там пальмы Там пальмы Еще это все на фоне очень красивых этих шпилей Которые стоят на острове Тунском Там томат Платомат Что-то такое, где можно будет обналичить денежки Уже над нами туча здесь такая нависла Большая и серьезная По прогнозам, сегодня должен быть дождь Вышли на свой страх и риск С грозой Да, с грозой И здесь уже есть люди, которые проголодались При том, что вышли из дому совсем недавно Полчаса назад Вкусно? Вкусно Ты помнишь где-то? Соус такой Но этот соус называется Тыщен с выск? Да Ясно Мне так нравится, как Вадька принимает к сведению информацию Ясно Батя, ну ты и медленная Я не хочу его потратить Она не хочет его потратить О, ништячок Похоже, как будто бы семена купил, да? Да Ой, очень красиво Покажи Ну вот, смотри И они разные все Это навсегда? Да, это навсегда Можешь взять его себе Как сувенир Положить в кармашку Я сильно не брился Я забыл побриться сегодня Я позабыл побриться Ну вот, смотри Нам очень несказанно повезло Потому что всего лишь пару дней назад Отменили маски на улице И как раз такая вот прогулка по парку Как нельзя кстати Потому что мы уже устали от этих масок И сейчас можем прогуляться С носами Открытыми Владик вдыхает этот воздух Смотрите на меня Влад, не весь воздух Оставь немножко нам воздуха Хейнрих Роберт Гёдлер Лекарь-ботаник Один из творцев Салеоботаники И директор Огруда Ботанического Солнышко пригрело Хотя реально как будто бы парит Воздух такой тяжелый Немножечко Да, но если заходишь в тень Там где деревья То не жарко И если ветерок Ой, смотри, береза Можешь обнять ее Это экспонат вообще Это экспонат вообще Ой, какие они красивые И все разные Знаешь, для чего они, Владенька? Это чтобы орехи щелкать Орехи щелкать? Я думала, чтобы они ходили солдатики Там кладешь в рот орешек И он щелкает зубами А палец? Если палец положит, то и палец отгрызет Мам, смотри, яблочки на батарею Это грушки Грушки Приятнешь Наша милашка А вот еще одна наша милашка Ой, ты няшечка Няшечка-милашка Да, это ты Ой, как хорошо пахнет Прям как весна Пахнет еще больше в Японии, чем я думала Только это не японский Жаль Понюхай, Владь Пахнет хорошо Пахнет, я уже отсюда слышу Ммм Там указатель шкляр не тропикальный Мы сейчас идем в том направлении, да? Да, сейчас, наверное, что-то будет с тропиками связано И еще лоды Шклярни это, я так понимаю, парники А Владька точно знает, где можно разжиться лодами Как-то так странно, да? Сделано, что прямо сзади всего надо обойти и только здесь вход в эти шклярни тропиканы Ну да, мы вообще не собирались туда в эту сторону Легко пропустить это все Это да Там морожка Там морожка? Заходи Заходи, Владюня Она круглая! Ну, как в мальчике Наша Владюха научилась читать И теперь она читает все вывески, да? Это очень круто Теперь Владька будет знать намного больше Она сказала, что ее учительница собираются учить все деревья Поэтому Владька подготовится сегодня Еще эти цветочки Ну ты будешь умница прям Смотри, все в кипарисах Прям как будто бы ты в каком-то южном городе Нет, в принципе, мы и так в южном городе Вроцлав максимально южный город Просто кажется, что где-то недалеко должно быть море Да, Владик? Ассоциации у нас в Украине Кипарисы растут только на юге Украины А это обязательно Черное море или Азовское море Спасибо, мы там поставили просто такую штучку для детей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Как будто бы прям должна была расти под водой Или типа росла под водой А потом ее почему-то высадили на сушу Посмотри, очень красиво Да, да, она выглядит прям конкретно Как будто бы подводное растение Они вот так вот толкаются Понятно Распрямляют Задними лапками не передними получается, а задними И они такие... Видно, что вот эти вот кувшинки, которые растут в воде Они растут в таких вазах подводных Видишь? То есть они растут конкретно от ваза, вон ваза И там тоже есть вазы, просто их сейчас не видно Но тут все кувшинки растут конкретно в определенных местах Там не глубоко Очень интересно Еще больше, чем я видела Смотри, как они напухно бросились Представь себе, когда они не были Высушенные, где они красивые Прикольно Первый раз вижу такие тюльпаны О, польские тюльпаны Там типа такой... Красно-белые, да? Да, как польские Польская такая патриотичная Несмотря на то, что из Украины Очень патриотичная Настроенная по отношению к Польше Обычно такие цветы Не запоминай-ка Лешина Мы в лесу такие, кстати, видели Нам хочется туда плюхнуться Да, так цветы все время И трава выглядят такими мягкими Как ковер, да? Но он по факту нет Как часто ты плюхался для того, чтобы проверить Да Серьезно? Да, это кусты И его так специально стригут Чтобы оно было такой формы Но все-таки он очень большой Большой кусты Никогда не бьет А вот, смотри, как красиво выстригают О, какой красивый кустник Что там? Ничего влажного А ну остановитесь Все, может и идти Витачек Владико нашла одинокую ромашку Одинокая я Одинокая Субтитры сделал DimaTorzok Вот теперь немножко будет меня в кадре Отдала Камеру Владу А сама поснимаю немножечко себя И расскажу вам о своих впечатлениях И они довольно-таки положительные Я, если честно, не ждала такого масштаба Парк очень большой Как красиво отсюда Очень красивый вид Я сейчас покажу вам, что Влад имеет в виду Смотрите, какая красота Парк большой Парк невероятно красивый И такой масштабный Здесь очень много растений Очень много деревьев Красивых кустов Ой, смотри, какие красивые Маленькие гномы Я вижу Какие они милые Нету этих рюкзаков А там были бы вещи Там были бы вещи в рюкзаке, да? И еще какие-то нужны Еда А какие вещи тебе нужны? Еда? Да, еда Батька любой выход из квартиры Расценивает как поход Она, наверное, думает Что есть Всегда есть шанс Не вернуться к обеду Домой не успеть Поэтому с собой должна быть еда И, возможно, какая-нибудь одежда переодеться Если вдруг будет холодать Или, наоборот, теплеть Давайте И еще коврик, чтобы сидеть А, еще коврик, чтобы сидеть Да Это прям точно пионы Я их ни с чем никогда не спутаю Потому что в Украине у нас В каждом дворе Везде В частном секторе Высаживают пионы Это, как по мне, самый неприхотливый вообще куст С красивыми пюшными цветами Пионы Это тоже пионы Только такой какой-то куст Высокий такой Очень странный для пионов На цветы красивые Еще лучше пахнет, чем бархит Это наше дерево, которое у нас упало Помнишь? Да, помню Дерево точно такое же, как у нас под домом упало Это ива Ну, жалько, что упало Жаль Вот такая вот огромная Ну, была такая возле у нас дома Прямо под балконом, да? Да И так жаль, что Ну, из-за такого большого ветра Такое большое Дерево То оно упало Прикольно Мы уже зашли в ту часть парка Где просто за забором Обычный жилой район находится И вот люди, например Вот этого дома Могут наблюдать за этой красотой Просто из окна собственной квартиры Я думаю, что это просто шикарный вид Из квартиры Болото Живет своей жизнью Булькает Волнуется Пахнет нехорошо Тут прям конца нет, да? Да, очень-очень большой Еще одна площадка с красивым газончиком Сейчас мы еще зайдем на эту площадку Завтра к середине А тут она такая прям толстенькая Знаешь, ее прям тут ухаживают Видно за сиренью И она такая плотная За сиренью не обязательно ухаживать Она и так будет пахнуть Вот такая вот красивая площадка Очередная Сейчас опозорить Смотри, Владя, как надо делать Папа сейчас тебе покажет, а ты потом будешь делать И давай, теперь ты Это типа так? Давай И потом Влад, тебе не надо разбегаться Стоять не надо Давай 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 пятюню Молодец Как обычно нас подвела наша камера Мы просто очень долго всегда гуляем И не берем с собой запускную батарею И в общем записываем последние секунды Нашего пребывания в этом чудном саду На телефон Поэтому заранее извините за это качество Владик, пару слов о твоих эмоциях О твоих впечатлениях Почему ты ниже меня? Ростом Я ниже тебя стою Я чувствую где-то запах можжевельника Ты смотри, ты светишься Как будто бы ты вампир Шикарное место Стоимость билетов достаточно высока Но людей очень много Мы же сколько? 50 злот их заплатили Я думал, что здесь никого не будет Здесь можно ходить прям часами И тут можно и прям посидеть Там есть где покушать Очень большое количество разных растений Комары тут летают Тут прям воссоздано такое вот ощущение Запахов целая куча Постоянно везде магнолии По куче такие Какие-то растения, которые по запаху напоминают Там яичню, например, да Или абрикос цветущий Сидим очень недолго Потому что Влаг переживает Чтобы я не отморозила свою попку А я? Ты на самом первом месте Мы все о тебе переживаем Здесь также вон сбоку от нас Находится такая речка С фонтаном С вот таким вот мостиком Там какие-то лодки стоят Растения такие, которые растут как бы возле речек В дикой природе Да И мне еще понравились вот эти растения Болотистые, которые были там раньше С этими жабами Ну, лягушками, которые там сидели, плавали Также там рыба Прям, ну, эти карпы плавают В принципе, в огороде японском тоже карпы плавают И там их намного больше Но, так как я говорил, там намного меньше самих растений В общем, вывод мы сделали такой Нам понравилось И, как бы, несмотря на цену Я думаю, что мы могли бы вернуться сюда еще раз Хотя это как зоопарк, наверное Один раз пришел, все посмотрел И уже потом нет такого интереса Заглянуть за забор, что же там происходит Но для того, чтобы провести время Всей семьей вот так вот на выходных В качестве прогулки по такому красивому парку Я однозначно рекомендую это место И обязательно приходите Только выбирайте погоду хорошую Потому что весь, абсолютно весь парк Под открытым небом Здесь нет растений в здании Поэтому, если вас настигнет дождь То, скорее всего, испортит вам всю прогулку А еще прикольно, что возле многих растений Есть таблички Ты можешь прочитать их название И место их, ну, как бы, проживания обычного Где их можно найти А в самом низу табличек Можно прочитать по-польски А ребенок наш уже умеет читать по-польски Это просто супер вундеркинд Польского языка Вдальке очень нравится читать Поэтому она теперь все таблички пытается изучить самостоятельно И при этом улучшая свой навык чтения А русский мы учим играя в игры Лада, тебе понравилось в этом парке? Да Очень, правда? И с вами прощаемся до следующего видео Обязательно оставайтесь с нами Подписывайтесь В общем, все эти дела вы уже знаете И что? Всем пока-пока Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!